можно начинать у меня к вам один единственный вопрос вы принимали участие активное в нашей яме значит более того вы по этим люкам даже лазили и пытались значит обнаружить и разобраться причинах нашей аварии не получилось насколько я понимаю я думаю что получится когда выйдем так понял значит через неделю я хотел сказать следующее 6 ноября двадцать третьего года значит перед днем рождения Волошин наш глава администрации присутствие да присутствие граждан дал слово что я сделаю ну неделю да значит вопрос ответ вопрос ответ Волошина он в курсе что у нас там такая ситуация во-первых там уже предпринимались меры мы с вами неоднократно раскапывали искали причину и разбирались так как там сеть бескональная тяжело определить куда поступление скорее всего по старым лодкам поэтому сейчас возможно делать такое заключение может от седьмого дома мне нужно устранить сейчас тоже утечку может быть и оттуда мы с вами там все обошли то есть сказать что там учение принималось нельзя да я как раз мы искали копали делали здесь площадку всю эту локомку там все разрыли и так далее но не видно непонятно откуда реально поступать непонятно можно там все раскопать но нужно определить точные причины чтобы понять где копают что вам для этого нужно чтобы определить точно причину где все это прорывается ну если потом будет так просто прямо сразу понять бескональная сеть уже в стране поэтому мы предполагаем и я не могу точно говорить что это возможно от седьмого дома где на парковке могут тоже быть да не надо надо и на уже поэтому 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 значит вот то что вы сейчас говорите это нас не впечатляет и не убеждает Не убеждают. Значит, знаете ли об этой проблеме? У меня один интересный вопрос. Я вам могу указать, что там... Мы с вами там вместе встретимся через неделю. Давайте срок. Все, ладно, скажите, друг, что идите, пожалуйста, срок такого числа. Давайте. Давайте в пятницу мы там встретимся. В пятницу в эту? А, на следующую. И в мере, если можно. Можно телефон? Есть. Все. Я надеюсь, что вы тогда сообщите. Все. Огромное спасибо. Они именно на Машинцеву работают. И тогда уже плотно займемся именно этим участком. Хорошо, хорошо. Может, прийти сейчас коварно раскопать весь двор, но это тоже качество. Все, ладно, понял. Найти где. Денисов Анатольевич, огромное спасибо. Надеемся в пятницу на встречу. До свидания. До свидания. Предыдущий представитель Волошина здесь, Шпендик, не работал. На мой взгляд, именно, по крайней мере, по нашему дому, очень слабо работал. Более того, он скрывался от жителей. Я ему неоднократно звонил, высылал вот эти фотографии, все наши коммунальные аварии. А он никоим образом не реагировал. Никоим образом не реагировал. Значит, его роль здесь, как представителя Волошина, никакая. И таким образом он подводит не только себя, мне на него, как говорится, но он все равно. А он подводит своего руководителя. Вот, значит, никоим образом он не сделал. Более того, когда у нас были коммунальные аварии, я его приглашал, подойдите сюда. Это как раз было в день приема. Вот такой же прием администрации. Я просил подойти. Он отказался. Он отказался. Говорит, мне некогда. Вот и все. Значит, это вот такое отношение к жителям. Теперь у меня вопрос к вам, как может назначенному руководителю нашего куста. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, вот сейчас вы и знаете, здесь администрация. Кто из народных или, как они сейчас называются, депутатов здесь присутствует? Малиновский, Шаипов, Пускай Сууслов. Сууслов к нам тоже там подходил, стоял, молчал. Сууслов, кто здесь есть из депутатов, которые защищают мои права и интересы перед администрацией? Покажите мне хоть одного депутата. Депутата. Депутаты здесь были? Не все, конечно. Ну, хоть одного. Ну, вот, пожалуйста. Я для этого должна пройти в комнату и посмотреть, что сейчас нет. Я ведь жителями выхожу. Ладно, ладно. Это мы тогда с вами пройдем, и вы будете добры. Мне хоть одного депутата дайте. Потому что у меня много вопросов к Малиновскому. К Малиновскому. Теперь, значит, вопрос... Этот вопрос сразу можно решить. Можно связаться с собой приемной и записать... Я не пойду к нему на прием. Зачем я к нему пойду на прием? Я к вам пришел на прием. Малиновский человек занятый. Он ленточки ездит, перерезает. Он ни разу не был здесь. Хотя это авария на контроле. И на контроле у Волошина и у Воробьева. Хотел я вам вот что сказать. Дом у нас аварийный. Изначально, с момента постройки. Он девятиэтажный. И когда он строился, значит, он был аварийный. В связи с этим к дому Машенцева 3А сбоку подперли Машенцева. А к дому 3, подперли Машенцева, дом 3А. Вот это яма, которая у нас есть. Не хочу показывать, но потом покажу. Могу, могу. Если можно, помогите, я слепой. Давайте мы сделаем, что можно. Сейчас, сейчас. Сейчас я найду. Сейчас. Вам нужна фотография? Сейчас я. Сейчас я вам. Да. Да. Значит. Сейчас. 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 Вот, пожалуйста. Давайте. Расширите. Или как. Я слепала? Конечно. Вы что? Вот это вот трубы горячего водоснабжения. Они идут. Да. Они идут к нам в подвал. Эти трубы разрыты более полутора лет. Более. Стоит вода. Вонь. Здесь вот окна домов. Люди задыхаются. И в подвале вода. Вот. Значит. Теплосеть валит на водоканал. Водоканал валит на нас. Ой. В смысле. На теплосеть. Суслов при этом присутствовал. Шпендик при этом ходил с умным видом. Вот. Результат как был так остался. Значит. К Юркову претензий нету. Он старался там что-то сделать. Он лазил. Он вызывал. Все. Остальное прочее. Но. Специалисты видимо слабоваты. Более того. У них нету документации вообще на эти трубы. Ни в водоканале. Ни в теплосети. Чубаров. Чубаров. Который приезжал. Когда у нас была встреча с жителями. Он лично обещал в течение недели нам устранить. Это был октябрь месяц 23 года. Скажите пожалуйста. Кто у вас заместитель по имени и отчеству? У меня нет заместителя. Ну у вас старший инженер. Или как он назначается. Там был представитель. Замч Пендика. Ну я не помню как ее зовут. Но люди знают. Она была там. В присутствии Чубарова. Найдете. Кто она расскажет. Она к теме. Если она у вас еще работает. Вот значит. Чубаров обещал. Документов нету неделю. Значит он через неделю обещал. Волошин обещал. А какие документы конкретно? Они не знают где сети проходят. Понимаете. Они не знают где копать. Где инженерные сети. Они не знают где инженерные сети. Они не знают. Поэтому там действительно остается только одну капать. Другого выхода по обнаружению аварии. Значит нет самое. Не получится. С этим вопросом по поводу ямы. Мы. Как сказать. Чуть-чуть. Чуть-чуть разобрались. Теплосеть пыталась сделать. Вызывали из Москвы. Меня там все знают. И оттуда. И наши все. Ладно. С этим мы закончили. И будем надеяться. Что Юрков там что-то вместе с теплосетью сделает. Теперь вопрос по поводу сгоревшей квартиры. Сгоревшей квартиры. А вопрос у меня такой. Значит скажите пожалуйста. Вы исковое заявление какое-нибудь подавали на жителей этой квартиры? Территориальное управление не является юридическим лицом. Мы не подаем исковое заявление. Исковое заявление подают юридическое. Согласен. Согласен. Кто был инициатором того, что заколотили окна? Кто был инициатором именно заколотили фанерой окна? Я прошу вас как представителя комитета управления земельных имущественных отношений принять участие. Давайте пожалуйста с удовольствием. Помогайте. Мы же не только пришли тут требовать. Мы хотим решить проблему. Заколотили ЖКХ. Заколотили ЖКХ. Это так сказать каким образом из каких соображений они сделали вот так как они сделали. Это нужно спросить у ЖКХ. Ну я вам как руководителю и представителю администрации профессора написал, что ФСА является общедомовой собственностью. Насколько мне известно. И более того, они взяли и что сделали? Они превратили в уборство этот дом. Вопрос второй. Значит, я неоднократно разговаривал и с Росунией, и с Малкиным, и Малко. Значит, что вот эта квартира у нас сгорела. Хоть кто из управляющих компаний, ни одной из управляющих компаний, вот эту щитовую не проверили. Вечер прищетов не пришел. Там же вот такое, вот все. Мы же там снова сгорели. Я в термах по десяти живу, а это четвертый. Там вообще тут страшно. Люди не занимаются. Женщина, которая сгорела, она четыре дня без этого, без света там сидевает. Вот благодаря каким-то связям там соединения, мы сгорим снова. Вот, значит, теперь дальше. Каким образом, вот хотелось бы, чтобы вы лучше взаимодействовали с жилищником. Вот в прошлый раз я был в этой же школе, в другом месте. Мне Малков или Малков, я извиняюсь, не помню. Он тогда был руководителем, я не знаю, кто сейчас руководитель. Он мне, а вот он, в приеме было у меня и заявление, там я сфотографировал, мы его расписались, все как положено. Значит, я его просил усилить контроль за деятельностью вот нашего участка. В чем это заключается? Например, куча тараканов. Я попросил Малкова, чтобы когда будут проводить вот эти вот мероприятия страны, пригласили меня. Никто меня не пригласил, хорошо, люди просигнализировали, выхожу. Субподрядчик, или как он называется, также пришел пол-литра, в одном месте брызнул, в другом месте. Я открыл все камеры мусорные, они реально были не закрыты, они бельком закрыты. Я говорю, давай твоему начальнику, как ты здесь брызгаешь в мусорной камере? Звонил начальнице, я с ней разговаривал. Она говорит, я красу не позвонила, там как-то не позвонила, у меня есть там какое-то сообщение по этому, что завтра проводим, чтобы они очистили все эти камеры. Ничего не очистили. И они таким образом действуют. Вот это вот второй вопрос по поводу управляющей компании. Значит, Малков не обещал, у нас... Сейчас, я чуть-чуть три минуты и начинаю. Я новой знал администрация, и могу быть похожим. Я инвалид, рядом с нашим домом, вот такой вот в Угорке, и там, значит, есть такой порчень, не стрибует. Я могу его лично пройти, не могу, не важно, по поводу ползти. Там, ту лестнику такая, будьте добры, где вы. Давайте сразу ваши вопросы поразберем. Да. Во-первых, я готова дать свой мобильный телефон. Я могу сразу, конечно, не обидеть, но я перезваниваю, потому что мой телефон есть у многих жителей. Да. В плане Угорки, что я могу предложить делать? Если у вас плохо будет убираться, то вы сбрасываете мне, как это делают многие жители, фотографии, если вам не сложно. Я периодически буду проходить ваш дом, их много не обещаю каждый день, но тем не менее. Я также готова со своей стороны организовать встречу вашим многим жителям, если вам это было бы интересно. Да. Совместно с управляющим компанией, директором жилищника. Да, да. О, будешь в Москве? Конечно. Конечно. Но только единственное, на следующей неделе. Без вопросов, время назначайте. Мне можно ваш телефон? Я сейчас дам, чтобы не забыть. Чтобы не забыть. Ладно, с этим мы разобрались. Это тоже, встреча-то должна быть. По поводу уборки. По поводу уборки. В общем, когда был Волошин и Юрков, и Юрков, у нас я пригласил туда брикадей родвожников. Люди по два, по три месяца не получают зарплату. Ни один из них не оформлен. Я Волошину об этом сказал. Вытащил этого дворника и сказал, что это такое. Значит, Волошин сказал, Юрков, разберитесь, проверьте видимость. Я все прекрасно понимаю. Перед визитом сюда я снова с дворником беседую. Людям снова деньги не платят. Кроме того, что не комплект, они не приглашают. Мы-то все страдаем из-за того, что вместо 16 дворников он называл количество. И столько восемь. Это было, это он Волошин сказал. И сейчас такая же картина. Что у нас происходит с дворником? Почему денег нет? Мы платим регулярно. Почему они не платят? Это что у нас там? Коррупция или что? Ответить вам за другие организации я не могу. Ведь мы не будем платить. Нет, не надо. Вы проконтролируйте. Вы проконтролируйте. Придите и скажите, красоня, малки, покажи, кто у тебя работает и сколько денег ты платишь. Плюс ко всему прочему. Мы сейчас на эти двери, на эти окна взяли и заколотили. Деньги нет. Смотрите, чтобы наш разговор не был пустой. Подойдем. Мы сейчас подойдем. Но тем не менее, я понимаю, что у многих жителей возникают эти вопросы. У многих жителей возникают эти вопросы. Почему я вам говорю? Давайте всех заинтересовываем в лицах, которые вам нужны. Мы организуем в вашей доме. Давайте. Обговорим все ваши вопросы и получим там ответы. Давайте. Давайте. Значит так. Когда вы готовы. Значит. Готовы встретиться или вы позвоните. Когда вам будет удобно. Мы с вами созвонимся, конечно. Я понимаю, что жители могут не встречаться после работы вечернего дня. Ну да. Ну давайте. Давайте. Давайте лечебнее время. Давайте. Созвонимся с вами, конечно. Вопросы. Давайте запишите телефон. Запишите телефон. Запишите. У меня. У меня. У меня. У меня. Продолжение следует...